Приветствуем всех на канале StartAndroid! На нашем сайте FandroidInfo стартует новый продвинутый курс по созданию андроид-приложения ChatMessenger с пуш-уведомлениями. В этом продвинутом курсе вы узнаете, как создать клиент-серверное андроид-приложение для онлайн-чата и обмена сообщениями. Вы сможете это сделать самостоятельно, независимо от опытов программирований. В курсе содержится пошаговая инструкция по разработке мобильного приложения, разработке и развертыванию серверной части, а также настройке пуш-уведомлений. Приложение представляет собой чат и мессенджер с возможностью авторизации по email и паролю. Для всех полей ввода реализована валидация. Пароль хранится в базе данных в зашифрованном виде. Если вы забыли пароль, можно запросить временный пароль на ваш email, указанный при регистрации. После авторизации можно сменить пароль на более надежный. Для навигации по приложению используется боковая панель Navigation Drawer с отображением аватара и основной информацией о пользователе. При тапе на хедере можно перейти в аккаунт текущего пользователя, где можно установить или заменить аватар, статус, имя пользователя, email и пароль. Приложение открывается на экране чаты. Для начала общения нужно добавить собеседника, указав его email. Если указанный пользователь уже есть в базе данных, ему придет оповещение в приложении. Если такого пользователя нет, то будет предложено отправить ему email со ссылкой на приложение. После добавления пользователей они появляются на экране друзья. В списке отображается аватар, имя пользователя, статус и состояние в сети. По тапу на элементе списка открывается окно чата. В чате можно общаться в онлайне, отправлять и получать текстовые сообщения с поддержкой emoji, а также фотографии из галереи или из камеры устройства непосредственно. При тапе фото разворачивается на весь экран. При тапе на имени пользователя можно открыть экран информация о пользователе. Здесь можно принять предложение дружбы или удалить пользователя из друзей. Аватарки также кликабельны. Экран чата отображает список чатов. В списке отображается аватар, имя пользователя, текст и время последнего сообщения. При тапе открывается чат. В заголовке чата отображается время, когда пользователь был онлайн. Если собеседник закроет чат, ему будут отправлены уведомления о всех новых сообщениях. Длинный этап на сообщении выделяет его для возможности удаления. Приложение разрабатывается в соответствии с современными подходами в архитектуре, дизайне и разработке клиент-серверных приложений с использованием актуальных приемов, технологий и инструментов. После прохождения курса вы будете знать, как создать клиент-серверное андроид-приложение, как построить архитектуру NVVM, как работать с LiveData, Room, ViewModel, DataBinding, как обрабатывать сетевые запросы с кодленко-рутинами, как уменьшить связность с помощью Dagger2, как разработать серверную часть REST API на PHP, как настроить пуш-оведомления с Firebase Cloud Messaging, а также как опубликовать готовое приложение в Google Play. По итогам прохождения курса вы, по сути, освоите FullStack, полный цикл разработки клиент-серверных приложений. Во-первых, научитесь создавать андроид-приложения в среде разработки Android Studio. Во-вторых, научитесь создавать серверную часть на языке PHP, разворачивать ее на удаленном сервере, настраивать базу данных MySQL и пуш-уведомления в Firebase Cloud Message. Приложение Chat Messenger разрабатывается с использованием таких подходов, технологий и инструментов. Язык разработки Kotlin и PHP. Серверная часть REST API будет написана на PHP, а клиентская часть на Kotlin, в среде разработки Android Studio. Архитектура ModelView ViewModel, которая помогает привести ваш код в соответствии с принципами Solid, чтобы его было легче поддерживать. При этом мы будем использовать архитектурные компоненты, такие как LiveData, ViewModel, DataBinding, которые сейчас являются стандартом индустрии и рекомендованы не только Google, но и большинством независимых разработчиков. Использование Kotlin Coroutines позволяет реализовать асинхронные сетевые вызовы и при этом ваш код будет выглядеть последовательным и легким для понимания. Серверная часть будет хранить данные в базе данных MySQL. Эти данные будут также синхронизироваться с базой данных в клиентском приложении. Для Android приложения мы используем библиотеку Room, которая предоставляет удобную обертку для работы с базой данных SQLite. Room это тоже часть Android Architecture, группой библиотек от Google, которая поддерживает архитектуру приложений. Внедрение в Firebase Cloud Message позволит реализовать пуш-уведомления в приложении, которые будут приходить пользователю при получении сообщений или предложении дружбы от других пользователей. Наш курс подойдет как начинающим, так и более опытным разработчикам. Можно просто пошагово создать приложение без знаний программирования, используя исходный код проекта и наши инструкции. Но если вы уже обладаете некоторыми знаниями, то этот курс поможет их закрепить и дополнительно вы сможете самостоятельно создать Android приложение Chat Messenger. Для уверенного понимания происходящего в курсе достаточно будет знание основ языков Kotlin и PHP, а также основ Android разработки. В курсе будут даваться ссылки на материалы для ознакомления с основами и углубления знаний по теме. Продвинутый курс по разработке Android приложения Chat Messenger будет опубликован в закрытом доступе на нашем сайте в Android Info. В формате текстовый урок плюс видеофрагменты плюс исходный код и поддержка в комментариях. Доступ к урока будут иметь подписчики курса. Срок доступа не ограничен. Подробнее о том, как записаться на курс смотрите на нашем сайте в Android Info. Ссылка в описании видео. До встречи на продвинутом курсе. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok